Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! 17 июля – День памяти святых царственных страстотерпцев. В этот день церковь чтит память семьи последнего российского императора Николая II. Владыка, многие до сих пор задаются вопросом, почему церковь канонизировала царскую семью? Царская семья канонизирована в чине страстотерпцев, то есть тех, кто добровольно перенес страдания. Страдания, которые привели к смерти. Мы знаем с вами, как жестоко была замучена семья последнего царя. И он сам, и его супруга, его близкие помощники-слуги, и все его дети. Это такое вопиющее к небу злодеяние, которое до сегодняшнего дня, как тяжелый грех, лежит на нашей земле, на нашей стране и на нашем народе. Ну вот на редакционную почту поступил вопрос от зрителя. Не понимаю, почему церковь называет Николая II благочестивым. Если заглянуть в историю, то его кроме как кровавый не назовешь. Почему-то были забыты его злодеяния. Вспомним Хадынскую катастрофу. Именно Николай II инициировал кровопролитную русско-японскую войну. Историки считают, именно она спровоцировала революционную ситуацию в стране. А миллионы жертв Первой мировой войны. Все забыто. Где же здесь святость? Ну, все-таки, наверное, в чем-то были его благодеяния. Вы знаете, канонизирована и он, и его семья, как я уже сказал, за его трагическую смерть. Именно в чине страстотерпцев. Что касается его ошибок или его недостатков как государственного деятеля, они их спорили и спорят. Мы не должны забывать, что на протяжении почти ста лет работала пропагандистская машина советского государства, для которой надо было постоянно поддерживать вот это вот такое убеждение народа, что революция была единственным выходом для России из положения. Не только Николай Кровавый. Россия – тюрьма народов. Мы знаем, с вами слышали такое выражение. Все было плохо, все было отвратительно. Россия была совершенно, так сказать, отсталым государством. И прочее, прочее, прочее. Но сегодня достаточно много было сделано исследований, которые говорят, что далеко не все было так плохо. Более того, Россия была на подъеме экономическом, политическом, социальном подъеме. Было очень много сделано. Да и всякие последствующие преобразования, которые с жесточайшими потерями для страны, для народа проводила в жизни советская власть до Второй мировой войны. Это в основном реализация тех планов, которые были, начиная от плана Гойл-Рой и заканчивая Московским метро, это те планы, которые были созданы еще до революции в Российской империи. Они просто реализовывались уже после. И лампочка Ильича, на самом деле, не такая же лампочка Ильича. Эти все преобразования постепенно входили в жизнь и в царской России. Я не хотел бы вдаваться в эту дискуссию. Она очень большая. И желающие могут почитать соответствующую литературу, соответствующие источники, говорящие о том, что Николай был далеко не самым плохим правителем российского государства. И еще раз повторюсь, что мы говорим о святости человека, который добровольно пошел на мучения, которые ему предстояли, ему и его семье. И если можно дискутировать о том, насколько удачлив был государь, император Николай II, именно как правитель России, то никакие дискуссии о его детях и его супруге, конечно, просто невозможно. Это жесточайшее преступление, которому нет никаких оправданий абсолютно. Обвинять государя в падении, скажем, Российской империи, в войнах русско-японской или тем более Первой мировой войны. Наверное, Первая мировая война, Россия вошла в нее благодаря, наверное, даже больше благородству Николая. Потому что, конечно, можно было быть прагматиком и сказать, ну, уничтожают сербов, ну и пусть их уничтожают, а нам-то что? А мы будем, так сказать, в стороне стоять. Ведь война-то была за Сербию, Российская империя вступила в войну для того, чтобы помочь, спасти единоверную Сербию. Недаром сербское государство, королевство Югославии после революции приютило у себя такое огромное количество русских беженцев. Потому что сербы тогда считали, что Россия погибла, защищая сербскую свободу и сербскую независимость. Вот так оно и было на самом деле. Поэтому я бы сказал, здесь, может быть, даже какой-то чрезмерный альтруизм в этом виноват, но уж никак не отрицательные свойства и качества характера. – А вообще в чем заключается подвиг страстотерпцев? – Подвиг страстотерпцев вообще очень интересная такая вещь. Вы знаете, что история русской святости началась с подвига страстотерпцев Бориса и Глеба, двух братьев-князей, которые, зная, что их брат готовит им гибель и посылает к ним убийц, вместо того, чтобы бежать, и вместо того, чтобы сопротивляться, покорно подставляют свои шеи под удары меча, просто для того, чтобы не противиться воле старшего брата. Исполняя тем самым заповеди, ставя их выше собственных интересов и даже собственной жизни. Вот, собственно, терпение страдания. Страстотерпец – это тот, кто терпит страдания. Не идет навстречу с мечом и открытым забралом, а терпит то, что ему принадлежит и терпит, конечно, несправедливость. Вот так же и государь императора Николая II, его семья, конечно же, могли избежать этого. И им предлагали, им их хотели вывести, спасти и так далее. Вот, вели переговоры. Они отказались, предпочтя, разделить со своим народом то участь, которую народ сам себе избрал. Помните, как Ахматова потом сказала, «Я была тогда с моим народом там, где мой народ к несчастью был». – Почему в нашей стране все-таки нет такого широкого почитания новомучников, какого они, собственно, заслуживают? К ним можно отнести и царскую семью. – Я бы не согласился с вами. Дело в том, что во всем мире и в России прошли те времена, когда границы церкви и народа совпадали. Сейчас, когда мы говорим о народе, почитающем или не почитающем новомучников, наверное, стоит говорить о народе церковном, о верующих людях, о тех процентах нашего населения, которые ходят в церковь. Вот среди них почитание есть, но достаточно заметно, достаточно значительно, потому что мы помним, с каким усердием люди добивались канонизации царской семьи. Это вот несколько десятилетий назад, это была очень актуальная тема, об этом много говорили, писали. И я думаю, что почитание вообще всех новомучников в церковном народе существует, и существует достаточно активно. Это уже зависит от местной церковной власти. Там, где она как бы поощряет это, предпринимает какие-то меры для того, чтобы подвиг новомучников, ну, во-первых, был известен как можно более широкому числу людей, во-вторых, можно было прочитать, услышать, увидеть. Где совершаются службы в честь новомучников, и совершается полноценное такое церковное их честование. Вот там всё в порядке. Я думаю, что другое дело, что у нас народ церковный составляет незначительную часть нашего народа в целом. Но мы можем сказать, что и в целом в народе не так уж почитается и память вообще всех пострадавших в те годы и десятилетия. Много у нас людей почитает, допустим, жертв ГУЛАГа? Кто вот живёт с мыслью об этих жертвах? Гораздо меньше людей, чем те, кто почитает новомучников. Да уже и родственники, уже нынешнее поколение уже в лучшем случае что-то слышало об этом. А какого-то такого реального живого сопричастия уже нет. Ну, прошло много времени. Поэтому и слишком такие непростые процессы в обществе идут. Они не способствуют вообще правильному восприятию нашей истории. Это трагедия нашего народа, потому что, когда мы не умеем делать выводов из исторических событий, то мы обречены на их повторение в той или иной степени. Спасибо, Владыка. Пожалуйста. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. С самого утра жители села Усть-Урень Корсунского района Ульяновской области готовились к важному событию – прибытию митрополита Симбирского и Новоспадского Лонгина и великому освящению Храма Рождества Христова. До момента освящения новопостроенный храм является обыкновенным зданием. После совершенного чинопоследования он приобретает новые качества, становится вместилищем величайшей святыни. Храм Рождества Христова, ранее существовавший в этом селе, был построен в 1810 году и разрушен в 1960-е годы. Строительство новой церкви началось в 2015 году усилиями жителей села. Инициативную группу возглавил Максим Муравьев. Все отозвались, как только начали строиться, как только клич прошел, все сильно удивились. Потом мы, как говорится, всем миром и всем селом начали строить. И дети, и взрослые, и бабушки приходили, и все, и все, и все. И, наверное, даже сегодня все придут опять же таки. Как трудились, так и будем молиться. Настоятель храма, протеерей Георгий Колчин, отметил, что жители села Усть-Урень испытывают потребность в том, чтобы было куда прийти и помолиться, услышать Слово Божие и проповедь священника. Сегодня постепенно формируется приходская община. Впереди много планов. Создание воскресной школы, просветительская деятельность и работа с молодежью. Шесть лет назад начали его строить. Закладку организовали, провели закладку камня, осветили место и начали строительство. Практически храм строился именно руками сельчан. Многие просто приходили, хотя бы просто кирпич таскать, помогать, мусор вывозить, выносить. И ребятишки постоянно приходили, помогали. Многие принимали участие. Митрополит Лонгин поздравил жителей села с поистине историческим событием – освящением нового храма. Подробно рассказал о содержании и значении чина Великого Освящения. Мы с вами собрались сегодня в храме для того, чтобы совершить его великое освящение. Храм Божий – это особое место. Бог, мы знаем, с вами присутствует везде, во всей природе. Его нельзя объять или поместить в какое-то одно место. Но тем не менее храм, еще раз в заветных войнах, называется селением славы Божьей. Вот сегодня мы будем молиться о том, чтобы это здание красивое, хорошая архитектура, стало не просто украшением села, а вот именно селением славы Божьей. Затем митрополит имбирский инваспаский Лонгин совершил первую божественную литургию в новом храме. По окончании литургии архипастер пожелал, чтобы новопостроенный храм никогда не пустовал, и чтобы как можно больше людей, живущих в селе, открыли для себя церковь и жизнь с Богом. Владыка Лонгин пожелал также, чтобы никогда не повторялись те времена, когда люди своими руками разрушали свои святыни. За активное участие в строительстве храма и попечения о приходе Владыка Лонгин вручил Максиму Муравьеву епархиальную награду – медаль святого блаженного Андрея Симбирского третьей степени. Односельчане единодушно подтвердили, что староста прихода достоин этой церковной награды. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Симбирская митрополия. Симбирская митрополия. Субтитры создавал DimaTorzok